Отрывок из книги «Сознание говорит». Беседы с Ромешем Балсикаром. Глава 4. Ум. Размышляющий и работающий ум. Вы говорили, что даже у джняни остается некоторое отождествление с механизмом тела ума. Есть ли в этом отождествлении ощущение того, что мы называем волей? Нет. Никакого. На самом деле именно это и отсутствует у джняни – личная воля. Есть ли безличностная или функциональная воля, которая является частью механизма тела ума? Концепция, которую я нашел полезной, говоря именно об этом, состоит в том, чтобы разделить ум на работающий и размышляющий. Размышляющий ум – это ум, концептуализирующий – это я. То, что отсутствует после просветления – это размышляющий ум – я, обосабливающая себя от других. Концептуализирующий размышляющий ум – ум, который пользуется памятью и проецирует страхи, надежды, амбиции. Вот что отсутствует. Нет. Работающий ум – это то, что остается. Работающий ум таким образом не может иметь набора этических правил, согласно которых он действует. Нет. Работающий ум занят главным образом тем, что происходит. Его заботит то, что он делает. Он не дифференцирует, не оценивает, что хорошо, что плохо. Верно. Сознание говорит через вас. Размышляете ли вы в то время, когда говорите? Нет. Слова просто выходят? Верно. Это не размышляющий ум, это работающий ум. Точно. Когда я сейчас говорю, я как бы держу образ перед собой. Я формулирую его, основываясь на множестве воспоминаний. Вы ничего этого не делаете? Правильно. Это работает безмолвный ум? Безмолвный ум спонтанно говорит? Да. Или это работающий ум? Безмолвный ум присутствует, когда отсутствует размышляющий ум. Он молчит. Но работающий ум должен оставаться, иначе тело ум не сможет делать то, что оно делает. Размышляющий ум – это то, что создает проблемы. Работающий ум занят своим делом. А тут является размышляющий ум, вмешивается, перебивает. Он говорит, а ты правильно это делаешь? Может, это можно сделать лучше? А что, если ты не сможешь сделать это? Ты потеряешь работу. Так что это размышляющий ум, мешающий работающему уму, создает беспокойство, и работающий ум не может функционировать эффективно. Когда есть убежденность, что я не имею никакого контроля над результатами, я могу только работать, тогда постепенно размышляющий ум вытесняется, и работающий ум обретает свой полный заряд и работает прекрасно, без вмешательства размышляющего ума. И работающий ум в конце дня изумляется, как быстро была сделана работа, без всякого напряжения, просто благодаря тому, что не было помех со стороны размышляющего ума. Таким образом, это понимание не дает размышляющему ума мешать работающему. Однако размышляющий ум очень настойчив. Он меня постоянно донимает. Хотя я осознаю разрыв между думающим умом и работающим умом, и хочу, чтобы размышляющий ум замолчал, потому что, понимаю, он все равно здесь. Да, значит, что с этим делать? А вот видите, что делать? Как остановить размышляющий ум? Как стать просветленным? Меня устроит любое. В конечном счете, то, до какого уровня в этом духовном продвижении сознание должно дойти на пути к окончательному просветлению, зависит от уровня прогресса, который был достигнут через определенный организм тела ума. Ни на шаг меньше, ни на шаг больше. Разве не бывает периодов времени, когда вам нужно думать? А если вы занимаетесь математикой? Это функция работающего ума. Если мне нужно на самолет, работающий ум должен сказать. Самолет улетает в такое-то время. Я должен быть в аэропорту во столько-то. Поэтому я должен выйти из дома в определенный час. Все это планирование необходимо. Это работающий ум. Что такое размышляющий ум? Размышляющий ум – это то, что создает все беспокойство для вас. Размышляющий ум – это то, что постоянно вмешивается, когда вы работаете. Получится ли это? Все будет хорошо? Поможет ли мне это в продвижении по службе? Что мне это принесет? Выгоду или потерю? Все это болтовня и повторение. Болтовня – это размышляющий ум. Но когда вы по-настоящему поглощены чем-то, не обязательно работой, вы можете быть поглощены музыкой. Размышляющий ум отсутствует. Тогда работающий ум находится у власти. По прошествии двух часов вы будете удивлены, что проработали целых два часа, нет никакого физического и умственного напряжения. Физическое, может быть, и будет, но когда полностью главенствует работающий ум, напряжение будет очень и очень небольшим. А за всем этим сознание, которое совершает это, не так ли? Совершенно верно. Какая связь между двумя этими видами ума, когда работающий ум функционирует? Пока работающий ум функционирует, нет никакого «я» вообще. Поэтому вопрос об отношении между «я» и работающим умом не возникает. Нет «я» – нет отношения. Что-то вроде безмолвного наблюдения? Нет-нет. Наблюдение может быть только тогда, когда есть нечто, что можно наблюдать. Когда я разговариваю с вами, то тогда все, что происходит, это то, что работающий ум совершает процесс говорения и слушания. Нет вопроса обо мне, разговаривающем с вами, и обо мне, слушающем вас. Этого нет. Есть только работающий ум, который слушает и говорит. Нет, за этого нет некого поля осознавания. Нет-нет, никакого осознавания нет. Не является ли это феноменом «или-или», когда размышляющий ум действует, работающий ум функционирует на каком-то другом уровне. Как, например, когда я веду машину, хотя я могу говорить вам сам с собой с помощью размышляющего ума, работающий ум продолжает действовать, управляя автомобилем. Да. Значит, это не совсем феномен «или-или»? Нет. Но они оба в равной степени являются функцией сознания? Да. По мере развития духовной эволюции размышляющий ум уходит на второй план, и больше внимания уделяется уму работающему. Размышляющий ум «я» отсутствует все дальше и дальше назад, а работающий ум занимает его место. Все это является частью происходящего духовного эволюционного процесса. Но работающий ум имеет функцию вынесения осуждения. Он решает, что эти помидоры съедобны, а те камни нет. Правильно. Поэтому работающий ум может делать в точности то же, что делает размышляющий ум. Но размышляющий ум действует либо в прошлом, либо в будущем. Он пребывает в своих воспоминаниях и заглядывает в будущее. Работающий ум занят настоящим моментом. В этом большая разница. Работающий ум не интересуется прошлым или будущим, если только это не относится к выполняемой в настоящий момент работе. Понятно. Но он ведь использует память? Обязательно. Он выполняет что-то и говорит, когда я в прошлый раз сделал это, у меня ничего не получилось, поэтому я должен исправить ошибку. Это все еще работающий ум. Работающий ум должен использовать память. Но он не проецирует ничего в будущее. Он использует память только в рамках выполняемой работы. Таким образом, это в какой-то степени ум животного. Да, можно сказать так. Потому что это то, что делает животное. Оно думает только таким образом, насколько мы знаем. Да, пока сохраняется опасность, животное чувствует ее и реагирует на нее. Когда опасность проходит, ум животного не думает, такая опасность может возникнуть в будущем, какие предупредительные меры я могу сейчас принять. Опасность прошла и все закончилось. Является ли отождествление с телом обязательно размышляющим умом? Это хороший вопрос. И отличие очень важное. Просто говорить, я отождествляю себя с телом, потому что я связан, неверно. Если вы отождествляете себя с телом, ощущая, что вы являетесь исполнителем и считаете себя тем, кто испытывает все переживания, кто все это делает, тогда это связанность. А не просто отождествление с телом. Отождествление с телом через работающий ум абсолютно необходимо. В этом основное и очень тонкое различие. А как насчет возникновения образа самого себя? Это от размышляющего ума? Да, это есть размышляющий ум. Может ли это быть от работающего ума? В работающем уме этого быть не может. Значит ли, если я откликаюсь на свое имя, это может быть работающим умом? Но если я создаю образ самого себя и затем отвечаю, это будет размышляющим умом? Да. И если вы действительно сконцентрированы на чем-то и кто-то обзывает вас дураком, вы даже не услышите этого. Есть такая христианская книга, которая называется что-то вроде «Забвение себя через божественное проведение». Это то же самое? Прекрасно. Забвение себя через божественное проведение. Это именно то, что происходит. Это значит, что нет никакого «я», которое может вызвать забвение себя. Забвение себя может случиться только через божественное проведение. Незачем спрашивать, кто это сказал, кто написал, мне все равно, кто сказал. Это прекрасно. Когда человек забывается в какой-то деятельности, как, например, выполнение какой-нибудь задачи, это является наблюдением? Да. Понимание, наблюдение и работающий ум – все это в действительности одно и то же. Когда работающий ум действует, нет необходимости в наблюдении, поскольку сам работающий ум полностью концентрируется на том, что он делает. И это то, что сравнимо с полной медитацией. Поскольку нет «я», нет длительности во времени. Есть только действия. Во время такого действия вы часто, смотря на часы, говорите «Господи, уже два часа прошло». В этой деятельности ощущение времени отсутствовало. В этот период нет никаких воспоминаний, так как нет размышляющего ума. Это то же самое, или можно это сравнить с состоянием ненаблюдения, когда вы заняты какой-то деятельностью? Можете сравнить, но я бы не сравнивал. Все, что я могу сравнить, состоит в следующем. Существует огромная разница, когда работающий ум концентрируется на выполняемой работе без помех со стороны размышляющего ума, который мешает ему такими мыслями, как «правильно это» или «нет», «повлияет ли это на мою карьеру», «какая мне может быть выгода от этого?» Именно такие помехи по отношению к работающему уму отсутствуют, и поэтому, когда работающий ум полностью присутствует, в конце дня вы обнаруживаете, что напряжение, физическое или умственное, намного меньше. Ощущается достижение чего-то огромного, но без достигающего. Я расскажу вам историю о различии между работающим и размышляющим умом. У Уинстона Черчилля был конь, и он надеялся с ним выиграть скачки. Дерби. Но он не выиграл. Когда его спросили, что случилось, он сказал, «Я ошибся». Перед началом скачек я переговорил с конем и сказав ему, «Если ты выиграешь эти скачки, тебе не придется больше работать до конца жизни. Вокруг тебя будут лучшие мои лошади, и тебе не о чем будет беспокоиться». Это была моя ошибка. Конь больше не думал о поставленной перед ним задачи. Таким образом, когда вы думаете о возможных результатах, хороших или плохих последствиях, это отрицательно влияет на работающий ум. Можно ли сказать, что все автоматические привычки, которые сформировались в течение жизни, принадлежат работающему уму? Не обязательно. Работающему уму нужны привычки для того, чтобы хорошо выполнять свою работу. Но я думаю, что большинство привычек принадлежит к размышляющему уму. Худшая привычка. Когда я говорю «худшее» или «лучшее», нужно понимать, что оба понятия относятся к функционированию тотальности. Худшая привычка – это судить о происходящих событиях с личностной точки зрения. Даже мысли рассматриваются как приемлемые или неприемлемые. Это все обусловленность. Концептуализация является самой плохой привычкой. Концептуализировать означает сравнивать и выносить суждения. Есть прекрасное высказывание Джоан Цзи, в котором он говорит о том, что древние обладали совершенным знанием. Они даже не знали, что вещи существуют. Затем они узнали о существовании вещей, но они их не сравнивали. Они не рассматривали их как отличные друг от друга. Затем они начали делать различия между вещами. И Дао было потеряно. Дао было потеряно, как только они начали выносить суждения. Здесь показано, как происходит отождествление в процессе эволюции, начиная с незнания того, что вещи существуют, и кончая вынесением суждений и сравниванием. В конечном итоге процесс этот проходит полный цикл с возникновением Дао, через движение Дао к возвращению Дао в свою изначальную частоту. И человеческие существа являются в этом процессе просто инструментами, через которые данный процесс имеет место. Если вы думаете что-либо, и вы полностью поглощены этим, и вы не думаете о том, делаете ли вы это правильно или нет, это работающий ум. Да, верно. А для того, чтобы это случилось, должно быть понимание того, что я никоим образом не могу контролировать последствия. Жизнь является собой безличностное течение событий, и я не могу управлять ни своей жизнью, ни жизнью кого-либо другого. Это понимание, это убежденность, которая позволит работающему уму продолжать действовать без помех. Если я говорю сам себе, лучше я буду использовать свой работающий ум, то я этим создаю препятствия? Правильно. Как бы вы не посмотрели на это, только понимание может дать что-то. Это понимание заключается в том, что я не могу иметь контроля. Я являюсь всего лишь снящимся действующим лицом, и поэтому все, что я могу сделать, это функционировать согласно своим естественным характеристикам. И тогда возникает понимание, что на самом деле нет никакого я, кроме организма, тела, ума в качестве реагирующего фактора. Все, что может сделать тело ум, это реагировать на внешнюю мысль или событие. Таким образом, эта реакция на внешнюю мысль или событие со стороны организма тела ума является работающим умом. Когда действует мой работающий ум, могу я получить ощущение, что мой ум пуст? Вовсе нет. Ваш ум не пуст. Понимаете, это работающий ум и размышляющий ум. Это только различные понятия. Когда действует ваш работающий ум, размышляющего ума нет. Это значит, что вы не переживаете по поводу будущего, ваш ум сконцентрирован на выполняемой работе. Можно ли сказать, что работающий ум – это интуитивный ум? Да, можно так сказать. И эффективность этого работающего ума снижается от вмешательства размышляющего ума. В периоды критических ситуаций размышляющий ум не имеет времени, чтобы вмешаться, и тогда все это является осознаванием работающего ума. Хотите ли вы сказать, что размышляющий ум бесполезен? Он очень полезен для сознания, чтобы создать эту жизнь, это существование. Именно этот размышляющий ум порождает человеческие взаимоотношения и проблемы. Если бы он этого не делал, не было бы и жизни, какой мы ее знаем. Размышляющий ум является персонифицированным индивидуальным умом, с которым безличностный ум, вселенское сознание, намеренно отождествлило себя, чтобы эта жизнь, это существование имело место. Значит, концепция эго является инструментом размышляющего ума. Эго и есть размышляющий ум. Не является ли эго концепцией размышляющего ума? Эго, конечно, является концепцией. Размышляющий ум, эго, я, все это одно и то же. Это все различные наименования одного и того же того, что является иллюзией. Я все еще не могу понять, чем наблюдение отличается от работающего ума. Ведь наблюдающего работающий ум также нет. Сейчас это вовлечение происходит из-за размышляющего ума. Каждый человек когда-либо испытывал на себе действия работающего ума. Когда вы поглощены чем-то, что вы делаете, это не обязательно какая-то деятельность. Это может прислушивание, прослушивание хорошей музыки или что-то еще, требующего полного внимания. В это время размышляющего ума нет. Это целиком ваш работающий ум. Но в этих ситуациях я был бы также вовлечен в это, как я был бы вовлечен в свой собственный размышляющий ум. Вы вполне правы. Замешательство вызвано здесь словами «вовлечен» и «вовлечение». Работающий ум для того, чтобы быть максимально эффективным, должен быть полностью вовлечен в то, что он делает. Так что именно слово «вовлечен» вызвало у вас замешательство. Значит, пока я нахожусь в своем работающем уме, хотя я и отождествлен с ним, и вовлечен, может быть я и не полностью вовлечен, на меня действуют другие отвлекающие моменты. Да, таким образом, вовлечение размышляющего ума вызывает отвлечение работающего ума. Обычно, когда я думаю, я делаю еще что-нибудь, так что вовлечение действительно необходимо. Полное вовлечение работающего ума необходимо для предотвращения вмешательства размышляющего ума. И отсюда это ощущение вневременности. Когда работающий ум вовлечен, действительно ощущается отсутствие времени, поскольку работающий ум может функционировать только в настоящем моменте. Размышляющий ум всегда работает либо в прошлом, либо в будущем. Внезапно просыпаешься и думаешь, пролетело уже полчаса, именно так. Если я перехожу улицу, и на меня мчится автомобиль, это работающий ум говорит мне, что работающий ум ничего не говорит вам. Работающий ум будет действовать. И я убегу с его пути. Да. И то, что вы убежите, будет инстинктивным действием. А если я сижу и ломаю голову над тем, одалживать ли мне деньги в конце месяца или нет, это определенно размышляющий ум. Короче, пустая трата времени. Конечно. Я постоянно говорю себе об этом. Когда человек занят грезами, здесь главную роль играет воображение. Имеет ли какое-нибудь значение, почему это происходит? Мечты – это не что иное, как еще один вид объективирования и создания образов размышляющим умом. Это все тот же размышляющий ум, вместо использования воспоминаний о прошлом, создания надежд и опасений на будущее, он идет другим путем, вызывая эти грезы. Но все дело в том, что когда человек мечтает, работающий ум отсутствует. Он не имеет грезам никакого отношения. Или же работающему уму нужно что-то делать, а этот размышляющий ум блуждает, вмешивается. Это один из аспектов размышляющего ума, мешающий работающему уму и замедляющий его работу. Похоже, что размышляющий ум является собой стопроцентную мыслительную спекуляцию. Мысли в действительности никакого отношения к тому, что происходит, не имеют. Правильно. Мешают ли работающему уму попытки подавить размышляющий ум? Конечно. Попытки подавить размышляющий ум являются результатом того, что размышляющий ум желает подавить самого себя. Он обнаруживает, что не может подавить самого себя. Может ли, может на какое-то время? Да. Но затем он возвращается с двойной силой и скоростью. По-моему, Судзуки сказал, после просветления нет никакого различия, кроме того, что просветленный ходит по земле, а непросветленный в двух дюймах от нее. Так что эти два дюйма и являются собой действия размышляющего ума. Во время перерыва мы беседовали по поводу размышляющего и работающего ума, и у нас возникали некоторые затруднения. Если работающий ум работает, и появляется проблема, и возникает ответ на нее, нет ли в этом процессе создания образа, создания образа конечного результата, создания образа последствий этого действия? В большинстве случаев – да. А не влияет ли этот процесс создания образа на результат или на направление, которое принимает эта работа, и не является ли это областью частичного совпадения размышляющего ума с работающим умом? О да, конечно. Мне очень трудно представить работающий ум, действующий без вмешательства со стороны размышляющего ума. До тех пор, пока не произойдет окончательное пробуждение, и ощущение себя как исполнителя не будет потеряно полностью, такое совпадение будет всегда наблюдаться в той или иной степени. Хорошо, если бы Джиняне был пилотом и делал расчеты на основе работающего ума, и если бы один из этих расчетов оказался неверным и самолет начал терять курс, не возникла бы в уме Джиняне картина последствий этой ошибки – авиакатастрофа или сотни потерянных человеческих жизней? Не думаю. Напротив, если есть хотя бы ограниченное понимание, тогда работающий ум работает с максимальной интенсивностью для того, чтобы исправить ситуацию. Но если он подумает – самолет разобьется, если я не приму определенные меры для предотвращения катастрофы – все эти мысли были бы частью работающего ума, который должен решить то, что делается в настоящий момент, является верным или ошибочным с точки зрения выполнения самой работы, а не с точки зрения последствий. Но не является ли необходимым проецирование в будущее для определения того, каким могут быть результаты этой работы с тем, чтобы на основе этого можно было бы внести коррективы? Да, но такое проецирование не будет включать в себя картину катастрофы, не будет ни волнения, ни страха. Когда я веду машину и делаю поворот, если я вижу, что поворачиваю руль недостаточно, я не думаю – о боже, я сейчас слечу в канал и погибну. Я просто поворачиваю руль чуть больше. Вы об этом говорите? Верно. Такое корректирующее действие будет инстинктивным и интуитивным. Если размышляющий ум навязывает какую-то мысленную картину, то это скорее всего может вызвать аварию. В большинстве случаев действие интуитивный, однако иногда все не так просто. Нужно подумать об альтернативных. Я хирург. Во время операции я могу сказать – если я сделаю это, то пациент испытывает это, но если я сделаю что-то другое, то результат будет иным. Рассматриваются альтернативные решения, а затем они применяются к ситуации. Не является ли это влияние размышляющего ума на работающий ум иногда позитивным? То, что вы описываете, является работающим умом. Я не говорю, что такие мысленные картины не будут проецироваться, но это будут картины, спроецированные работающим умом, и они будут иметь непосредственное отношение к решаемой проблеме. Значит, создание образов не обязательно является частью размышляющего ума. Верно. Как я говорил, память используют и работающий ум, и размышляющий ум. Размышляющий ум пользуется воспоминаниями о прошлом, чтобы проецировать какие-то страхи в будущее. Но работающий ум использует память для лучшего выполнения своей работы.